Привет друзья! Сегодня мы с вами постараемся разобраться в одном любопытном вопросе. Почему у цыган нет своего государства, а у евреев есть? Это важное обсуждение позволит нам рассмотреть уникальные аспекты истории двух народов, их судьбы и влияния на современный мир. Цыгане или рома являются одним из самых загадочных этнических сообществ, мигрирующих через века и культуры. Их удивительные традиции, яркий стиль жизни и, конечно, отсутствие собственного государства привлекают внимание и вызывают вопросы, в то время как еврейское население, история которого также наполнена сложными перепитиями, смогло создать свою родину в виде Израиля. Путешествие цыган началось, вероятно, в 11 веке, когда они покинули Северную Индию. Эта первая волна миграции была вызвана различными факторами, включая политические неурядицы и военные конфликты. Семьи цыган отправились в долгий трудный путь через Ближний Восток и Персию, затем через Армению и Грузию, прежде чем достичь Европы. Их уникальный язык романи является ключевым элементом, свидетельствующим о их индийском происхождении. Он обогатился за счет заимствований из языков различных регионов, через которые проходили их миграции. Этот язык, наряду с традиционной музыкой и характерной одеждой, помог сохранить цыганскую идентичность на протяжении веков. Однако, несмотря на богатство их культуры, цыгане сталкивались с невероятными трудностями. Они подвергались преследованиям, а в некоторых случаях даже подвергались попыткам геноцида, особенно в период Холокоста в нацистской Германии. Что касается вопроса о родине цыган, то здесь дело усложняется. Отсутствие четкой исторической родины делает сложным определение их исторического места происхождения. Тем не менее, их культурные корни связывают с Северной Индией, именно там началась их история миграции и адаптации. Друзья, теперь давайте кратко разберем историю евреев, народа с удивительной духовной и культурной традицией. Погрузимся в мгновенную историю этого народа, полную сложных событий, миграций и, наконец, уникального становления собственного государства. Итак, начнем с того, что евреи также, подобно цыганам, имеют свои корни в древности. Основные исторические документы свидетельствуют о том, что евреи обитали в регионе Ближнего Востока. Их древняя история тесно связана с землей Израиля, где располагаются такие исторические и значимые места, как Иерусалим. Однако следует отметить, что евреи испытали на себе воздействие множества культур народа. В разные периоды их истории они подвергались различным завоеваниям и изгнаниям, включая вавилонское изгнание и римское определение иудеи. Итогом столетних мучений и надежд было формирование идеи о возвращении на землю Израиля. В конце 19-го – начале 20-го веков эта идея приобрела конкретные очертания, когда евреи начали массово возвращаться на свою историческую родину. И вот в 1948 году, после многих лет борьбы и труда, было провозглашено создание современного государства Израиль. Создание Израиля стало невероятным витком в истории еврейского народа. Государство стало местом, где евреи смогли восстановить свою культуру, традиции и найти убежище после столетних гонений. Ну а теперь давайте перейдем к главному вопросу. Почему у цыган нет собственного государства? Этот вопрос не просто теоретическое размышление, а скорее взгляд в их сложную историю. Первая причина, конечно же, связана с их уникальной культурой и образом жизни. Цыгане всегда были народом, предпочитающим свободное странствие, сохранение своей традиционной образовательной системы и близкое комьюнити. Возможно, именно эти особенности мешали формированию единого государства, так как их ценности в значительной мере связаны с номадизмом и свободой передвижения. Кроме того, на протяжении веков цыгане сталкивались с систематической дискриминацией и преследованиями в различных странах. Отсутствие политической стабильности и защиты ведет к сложностям в создании и утверждении собственного государства. Исторические преследования цыган, особенно в период Холокоста, оставили глубокие раны, которые сказываются и по сей день. Также стоит учитывать, что у цыган нет единого лидера или организации, которая могла бы представлять их интересы на мировой арене. Отсутствие объединенного голоса и стратегии делает создание государства еще более сложным. Таким образом, причины отсутствия государства у цыган кроются в их культурных особенностях, исторических трудностях и отсутствии единого лидерства. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Возможно, у вас есть свои предположения? Напишите в комментариях. А на этом все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok